Ольга Опадина Когда я перейду на нормальный язык Я осенью выписал два саженца Я был Бипин Шафран Подруга посадила осенью А я прикопала, посадила весной В итоге у подруги саженца Развился хорошо осенний А у меня почти 4 нижние почки Вот так по своей глупости Погубила саженец Мы эту переписку просили продубировать Мне очень много обращается в этом Вот Ватсап Я оттуда не могу Переносить фотографию сюда И вот что получается сейчас Что получается? Получается, что Я отвечаю так же словами Дело в том, что осеннее Это хорошо и весной Но весной, как можно раньше Даже посады в мае Уже могут не вызреть В средней полосе А что там в июне Помните обрезка? Когда обрезку делаешь Он идет с нуля То есть побег просыпается Вот Меняет он Структуру свою С ростовой Была ростовая ветка А когда полы наотрезали На почках появляются цветы Но им не хватает лета Они погибают массово Вот Это факт А Июньский А что Даже майский То опасно И вот она пишет Погубила А у меня прицепился К словам Знаете какой? Я прикопала Прикопала Вот эти слова Я учился На ходу Я погубил Груши Несколько саженцев Вот Я мог спасти Важнейшее Полезнейшее Грушу под названием Полгарская красавица Она ценнейшая Она выдающаяся Она Ее родина Средняя Азия И хотя бы Культивировалась Средняя Азия То есть на тысячи километров Ежней Вот Я нашел дерево Полузамерзшее Больное Несчастное Ну взрослое Я попробовал Плоды Шикарные Я нарезал Севенков Я посадил Саженцы Выросли Однолетние Ближайшие Страшнейшие Зимой То дерево Погибло До конца Та же Хуторе Моего друга Оно погибло До конца А мне Некуда было Рассаживать Вот Я взял Прикопал Думаю Весна покажет А весной Они оказались Все черные Мертвые И я посадил Их вроде бы Нормально Перед самой Зимой Я уже знал Маленький Соображал Что нельзя Всюную землю Садить Вот Надо Уже Ну то есть Они могут Сгнить Я знал Но что Сгнаю Даже При том Что я Соблюдал Все правила Прикопки Я не подумал Я до сих пор Жалею Прошли 20-30 лет А я жалею Что я потерял Болгашку Красавицу А потом Как ты видел Допустим На рынке Продает Свой Клянется Своё Не снижать Ну 50-50 Начинаешь Говорит Давай Радуй Что Вдруг Выясняется Что Да нет Да вот Это Ну в общем Я не нашел Ни одного Случа Чтобы Верный Шигалок Прехать Отрезать Черенок Майни Чарёвушка Саиногорск Так бывает А пока Это Не спросишь Откуда Дерево Тут Выясняется Что Ну понятно Последние годы Случилось Следующее Это страшная Вещь Одна из страшных Вот Если раньше Наши плоды Сильно по качеству Уступали Южным Стоимость Цене Было Несколько Раз Причем Все равно Предпочитали Южное Потому что Наши Не вкусные Были Груши Дубовые Были Яблони Настолько Кислые Что Нечестно Было Вот Ну или Просто Просенькие Ну и тоже Эти самые Дать Ладно Не буду Перечислять Эти Бесконечные Другого В общем Сорта Вот Которые Мы начинали Да Причем Интересно Что полукультурки Бывали Вкуснее Культурных Вот А тут Как появились Импорты Мы не думали Пусто Они Невкусные Нет Не так Отравленные Не так Покупали Чаще Чем Наши Простенькие Килограмм Импорта Стоил Столько Сколько Ведро Наших Простеньких Прошли Годы И вот Один Результат Я себя Сюда Включаю В этот Круг Назову 10-15 Фамилии Я В конце Этого Списка Готов Быть Потому Что Речь Идет О Практическом Садоводстве А тогда Мы Продавали Сады Только Местным Только Местным И Все Изменилось И Вот По Конец Последние Два Года А Я Пусть Много Говорю Но По делу Жизнь Заставила Меня Позапрошли Год И Позапрошли Позапрошли Год 60 Или 70 Раз Съездить В Абакат Причем Летом И осенью Я От скуки Умирая А мне Приходилось По Несколько Часов Ждать Чтобы Обратно Поехали Мое Дело Было Только Отвести И привести Близкого Человека Я От скуки Ходил По рынкам Саженцев И даже Фотографии Делал И даже Фильмы Делал И вы должны Были Их Видеть Вот И я Всегда Обращал Внимание На Прекраснейшие Плоды И меня Всегда Интересовало Как Только Я Начинал Спрашивать Я хочу Веточку Некоторые Сорта Я узнавал Вроде Тоже Толгарская Красавица Некоторых Я не узнавал Стоит только Спросить Местное Да местное И Только Спросишь А мне адрес А это Не Адрес Да вы знаете Это Это не мое Это хозяйка Отошла И вот Когда Это было Раз Второй Десятый Двадцатый Я понял Времена Изменились Вот Люди Начали Понимать Что такое Травленные Плоды Наши Оказались Как минимум Мне хуже Некоторым Больше нравится С кислинкой Абрикосы Наши С кислинкой Хорошо идут Вот Полкультурки Ранетки Наши Хорошо идут Понимаете И тут Оказалось Что Им пришлось Они Перекупщики В нашей Рынке Все Вот Им пришлось Обманывать Людей Чтобы Продать Южные Вот Эти Вот Там Узбеки Я даже Сам не знаю Откуда Но ясно Что Из-за Рубежа Чтобы Продать Называть Их Нашими Я тогда Понял Что Мы Я Еще 10-20 Человек Заработали Если Добрежскую Премию То Государство Точно Но мы Уже Почти Все На том Свете Государство Про это Не знает Наука Про это Не знает Что Сейчас Наш Уровень Это Мировой Уровень А где Вы Лучше Видели Сливы Абрикосы Чем В том же В Унбекистане А Скажите Где Вот так Мы Вышли На мировой Уровень И получили Только Что Кути Что Показывать Неудобно Вот Ну а А вас Которые Прикопало Я к сожалению Искал У меня Так бывает То ли Хвостатый Все таки Есть Которые С рогами Потому что Я Искал Все А раньше Находил Хотя Моя единственная Фотография Толковая Где Вертикальная Прикоп Вертикальный Осенью Посадил На холм На постоянное место Попозже Перед самой зимой Так надо Но Уже Опучил Еще выше На эту Еще вот так Вот Половину Кроны Половина От половины Верхний Сесен Отрезан Вспоминайте Кто помнит Весной Как можно Раньше Разгреб Он оттаивает По сантиметру Отгребаешь Отгребаешь До Холма Холм Святой И Все Это означает Что он Получает Возможность Не просто Как у подруги Видите Подруга Посадила Осенью А может Было Еще Хитрее Он Был бы Жив Еще Б опередил Сажен С подруги Вот Вам Еще Один Совет Жаль Без Фотографии